Воспитанник Сергиево-Пасадского клуба тайского бокса «Войн» Даниил Исаев всего за два с половиной года тренировок стал двукратным победителем первенства России. Представить Россию Московской области родной Сергиев Посад на мировом уровне Даниил мог еще в прошлом году, но тогда не удалось найти средства на поездку. Но Даниил не из робкого десятка. Его тренер-мастер спорта по тайскому боксу Тимур Исмаилов рассказывает, что у юноши большой потенциал благодаря его упорству и умению достигать поставленной цели. На поездку в Таиланд, где в конце августа проходило первенство мира по тайскому боксу, для Даниила собирали средства всем городом. Эта поддержка еще больше вдохновила юношу на победу. Он отправился в составе сборной России в Бангкок сражаться за Королевский кубок мира. Мне это очень нравится, что я выступаю за страну, которая практически самая сильная в тайском боксе. Конкуренция на чемпионате мира была серьезной. Лучшие спортсмены более чем из ста стран мира приехали в Таиланд за победой. Даниил до финального боя успешно провел несколько поединков. Но впереди был решающий. Предстояла встреча с сильнейшим соперником – спортсменом из Иордании. Победа Сергееву Пасадцу досталась нелегко. Но он сделал это. Стал победителем первенства мира. Свой 16-й день рождения. Преимущество у нас было в росте. Но чисто по тактике, к сожалению, не получилось работать на дистанции. Очень взрывной такой соперник. Физически сильный, неуступчивый, характерный. Но все равно мы как бы одолели. То есть заняли первое место. Первый раунд проиграли. Второй уже во втором раунде собрались, выиграли. И уже третий был решающий. То есть в раунде бою третий раунд забрали. Золотая медаль стала наградой за все старания. Даниил рассказывает, что помогала и поддержка ребят из сборной. Россия стала второй на чемпионате мира в общем зачете. Несмотря на растущую популярность тайского бокса в России, Сергеево-Пасадский спортсмен и пока не находит поддержки на районном уровне. А ее им порой очень недостает. Поощрений пока, конечно, никаких нет. Мы еще даже ездили за свой счет. То есть собирали, как говорится, всем городом, всем клубом деньги на поездку. Потому что там спорткомплект отказался финансировать. А что касается премии, сейчас ждем ответа от Минспорта Московской области по награждению спортсмена от губернатской премии должны получить. То есть спортсмен должен получить губернатскую премию. И в принципе это такой знак, то есть внимание, которое на самом деле очень важно. В планах на будущее у Даниила и у его тренера Тимура добиваться новых побед. Даниилу теперь предстоит сражаться в другой весовой категории. А значит впереди встречи с новыми сильными соперниками. Моя цель сейчас, то есть в своем весе, в своем возрасте, чтобы у меня не было конкурентов вообще. Татьяна Сташенко, Феликс Дорохов. День города.